Добрый день, дамы и господа. Я несколько раз рассказывал вам о том, что создалась группа людей, которые ищут пути сопротивления пропаганде левых, направленные на наших детей. Около года назад нами начата создаваться обучающая игра под странным названием «Галактическая масонская ложа», которая построена на принципах преподавания ТРИЗ, проверенного США в таких известных учебных заведениях, как Корнельский университет и Корнеги-Милло, не говоря уже о десятках колледжей, школах, научно-исследовательских коллективов. Игра состоит из вопросов, загадок, угадая квестов, головоломок и так далее, которые подросткам кажутся интересной забавой, да еще и приносящей деньги. Да, вы не ослышались. Игроки зарабатывают за правильные ответы криптовалюту. На заработанные крипты они могут приобретать NFT. Для тех, кто не знает, что это такое, полезьте, так сказать, пардон, посмотрите в интернет. А далее, ну вот как мы с вами в детстве почтовыми марками увлекались, они могут хранить эти NFT в своей коллекции, обмениваться ими или продавать их на специализированных платформах. В прошлом году, для сведения тех, кто не очень понимает, чего это такое, вот эти вот самые штуки NFT, они продались по миру на 25 миллиардов долларов. В 2025 году планируется на 80 миллиардов долларов продаж, а к 2050 по предсказаниям станет около 300 миллиардов долларов. Это чуть-чуть больше, чем обмен марок нашего детства. Наши дети и внуки хорошо про это знают, прекрасно. Если подросток, кстати, игра не обязательно рассчитана на подростков. Любой возраст может играть и получать бенефиты, я сейчас не говорю о деньгах, деньги тоже, конечно. Получать бенефиты, которые идут от этой игры, обучающих, как я уже сказал. Но мы как бы в основном думали о подростках, где-то 13, там до 30 лет. Сегодня в Америке они подростки тоже. Еще не выходят от этого возраста. До 26 официально могут жить родители и пользоваться всеми влагами. Если подросток за месяц заработал вот этих вот криптовалюты на покупку одного NFT, он сможет продать его, ну, скажем, за 200 долларов, например, отвечая на вопросы по 30 минут в день. Он или она заработали за этот месяц, значит, 200 долларов. То есть, поработал раз в день, садишься, потому что раз в день тебе приходится, говорит, в ноль часов по Нью-Йорку, приходит, бум, некая информация, и с вопросами, со всякими штуками, угадайками, и прочее, и прочее. И вот это где-то около получаса с этим разбираешься, отвечаешь, кто-то правильно ответил, кто-то не правильно, там будет где-то 5-6 вопросов каждый раз. А, значит, за правильные ответы больше, за неправильные, соответственно, меньше. Вот, ну, допустим, поработал месяц, вот так раз в день по 30 минут, а в конце месяца приобрел ту самую NFT и продал ее за 200 долларов. Потому что нигде, кроме как у нас, вот эту NFT купить будет, найти, приобрести, сделать, они говорят, значит, минт, то есть, так сказать, нарыть ее. А ты получил 200 долларов. Но если NFT растут в цене, растут в цене зачастую раз в 10 быстрее, чем недвижимость, и если NFT выросла в цене и стала, ну, скажем, там, 2000 долларов штука, то уж тинейджер заработал в месяц, за 30 минут в день работы, 2000 долларов. А если NFT стало 25 тысяч, ну и так далее. Ну, 25 тысяч – это нечасто, конечно. А вот 800 до 2,5 тысяч – это, в общем, нормальное явление. Итак, подросток, как я уже сказал, 13 до 30, играет и зарабатывает, не подозревая, что игра построена по строгим принципам улучшения работы его головного мозга. Но это не школьное обучение, когда ты запоминаешь, а потом пытаешься это вспомнить. Это роботы делают быстрее, лучше нас. А это развитие, качественное развитие критических навыков и привычек критических, что очень тоже важно. А также обучение подсознательно находить решение сложных проблем неортодоксальными путями. Проект, вот эта педагогическая игра, все по-английски, естественно, господа, я просто рассказываю по-русски, вообще, так сказать, это educational game, значит, который называется Galactic Masonic League, там, launch, там, и тому подобное. Вот. Игра в стадии завершения. То есть она, на самом деле, закончена, там всякие доводки, доделки, там, так сказать, мелкие и т.д. остались. И мы начали думать сейчас о том, как донести эту игру до тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы молодежь развивалась. В первую очередь, это республиканцы, которые обеспокоены происходящим университетом, что называется. Из каждой дырки сегодня только из ютюга не рассказывают, какой ужас творится в университетах. Как я говорил, с помощью этой игры мы сможем подготовить подростков среднего и старшего школьного возраста к тому, как их будут атаковать пропагандой. И мы научим, вернее, не научим, мы привьем им подсознательное сопротивление зомбирования. Вот это, наверное, самое главное. Именно вот я, наконец, сейчас сформулировал. Подсознательное сопротивление зомбирования. Потому что это мы и будем вырабатывать. То, что мы занимаемся, мы не пропаганда. Мы развиваем определенные качества музыка, при которых они перестают просто верить тому, что другие говорят. К видео приложено письмо к республиканским лидерам. Если вы знаете тех, кто вовлечен в политику образования, средства массовой пропаганды, информации, обратитесь к ним и покажите это письмо. Возможно, они заинтересуются и помогут донести наш проект для тех, кто может распространять игру. В своих школах, в своих дистритах, на своих собраниях, просто на какие-то слои, так сказать, молодежи. То есть, каким-то образом внести эту игру, может быть, экстра-каррикулум-активитет, какие-то, в школах, в частных. Может быть, привнести это в домашнее обучение, то есть, организации, которые занимаются хоумскулинг. Я не знаю, полно всех их, может быть, идей. И вот мы сейчас пытаемся со своей стороны выходить на всех республиканских, консервативных, меня больше интересует, чем республиканских, консервативных лидеров. То, может быть, и вы, господа, сможете через свои связи, через свои, может, просто знаете кого-то, может быть, не знаете, знаете о ком-то, может, найти его, его имейл, или его возможность ему что-то переслать. Пошлите. Вот. Скопируйте то, что я приложу в описании, и пошлите. Вот. Если будет нужно, то мы пришлем линк на вход для тех людей, которые как бы могут помочь нам его распространять, донести до детей. Но мы должны знать, кому мы даем возможность входа на этом этапе, входа в игру, потому что сейчас, сейчас это только по приглашению администрации. Вот. Если есть ответ, ответ, если есть вопросы, с удовольствием ответим. Пересылайте это письмо, кому сможете. И, ну, я очень надеюсь, что мы его раскрутим так, чтобы как можно больше подростков, да и не только подростков, поучаствовали в этом и начали бы немножко. Вы знаете, как идешь в джин, там, занимаешься месяц, два, три, четыре, и вдруг незаметно для себя у тебя какие-то мускулы появляются, у тебя какое-то умение появляется. Играешь, там, в теннис, там, в пинг-понг, как, например, мы играли с женой, да, ходили в секцию, да. Месяц, два, три, четыре, и вдруг ты понимаешь, что ты начинаешь совершенно по-другому играть. То же самое с мозгом, абсолютно все то же самое с мозгом. Если ты тренируешь его, то он тренированный. Если не тренируешь, то он не тренированный. Точка. Не буду больше ничего рассказывать, все, что называется, как говорят американцы, вернее, англичане это говорили, proof is in the pudding. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok